МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это время крупные инфраструктурные проекты и новые транспортные коридоры, заложенные ранее, выступают драйвером экономического роста. Глобальная регенерация позволяет достичь новых высот в наукоемких отраслях. Медицина и биотехнологии. Композитные материалы. Сверхпрочные металлы и новые подходы к исследованиям и разработке. Работа с большими данными и искусственный интеллект роботой позволяют решать задачи, до этого невозможные, чтобы сделать нашу планету чище. Разумное потребление, бережное отношение к природе, образование и развитие новых навыков. Все эти проекты невозможны без формирования креативного человека с новой системой ценностей. Мы снова вместе. Экономика новой реальности. Президент Российской Федерации Владимир Путин Эмир государства Катар Таймим Бенхамад Альтани Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц Модератор дискуссии Станислав Натанзон Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на Петербургском международном экономическом форуме. Это первое глобальное мероприятие такого уровня, которое проходит в очной форме, ну или в такой компилированной, как модно сейчас говорить, гибридной форме. В любом случае, очень приятно снова увидеться. Я думаю, что накопилось довольно много тем для разговора. И я очень надеюсь, что разговор сегодня получится интересный, откровенный и насыщенный. Как всегда на таких встречах у нас в начале будут выступления лидеров, и после этого подискутируем. Владимир Владимирович, прошу вас, вам первое слово. Ваше Высочество и мир томим, уважаемый господин федеральный канцлер Курц, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую всех участников и гостей 24-го Петербургского международного экономического форума. Разберусь здесь сейчас. Вы знаете, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнеса общества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую. При этом мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников с учётом самых строгих санитарных требований. Но, повторю, сам факт проведения столь представительного форума – это, безусловно, позитивный знак. Ещё одно свидетельство того, что партнёрские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид. Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим. Это будет максимальным с 70-х годов прошлого века. Здесь, конечно же, эксперты говорят о 6-процентных роста, как вы знаете. Здесь, конечно же, сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всём мире. Причём практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточным. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана и центральными банками. Понятно, что у ведущих экономик ресурс и инструментарий для стимулирования деловой активности гораздо больше. Цифры говорят сами за себя. Если в развитых странах в прошлом году увеличение дефицитов бюджетов в среднем составило 10% ВВП, то в развивающихся порядка 5%. Мы знаем, что за счёт именно этих дефицитов в значительной мере финансируются и антикризисные решения. То, что эти решения есть, то, что они финансируются, это, конечно, хорошо, это, безусловно, позитив. Но, к сожалению, есть и негативные стороны. В результате мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности. Уже говорил об этом в январе на экономическом форуме в Даосе. Наглядный пример – борьба с эпидемией. До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии и её новых вспышек никуда не уйдёт. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющую угрозу для всей планеты. Однако, что мы видим сейчас, по данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, вот как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе. Либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся. Как вы знаете, Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами. Причём достижения наших учёных широко признаны в мире. Так, спутник ВИ уже зарегистрирован в 66 странах мира, где проживает свыше 3 миллиардов 200 миллионов человек. Хочу особо подчеркнуть, мы не только создали уникальные технологии и быстро наладили выпуск вакцин в России, но и помогаем нашим зарубежным партнёрам разворачивать такое производство на своих площадках. Но пока, кроме России, этого никто ещё не делает. Сегодня у каждого, повторю, у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку. Максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я ещё раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких. Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной, эффективной свыше 96%. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцин. Я уже говорил и на себе это испытал. Ну, там может быть небольшой подъём температуры. Всё. Это все побочные эффекты. Но защита какая хорошая. Кроме того, прошу правительство, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть, мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительства до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране. Уважаемые коллеги, очевидно, что сейчас на этапе посткризисного восстановления важно не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал, и при этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые и инвестиционные связи между странами. Именно многосторонние проекты способны стать значимым фактором оживления, развития глобальной экономики. И мы признательны всем нашим партнёрам за такую совместную работу, которая продолжается и в условиях пандемии, и на фоне непростой ситуации в международных отношениях. Кстати говоря, в этой связи рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось с одной стороны, с немецкой стороны труба подошла, с российской нужно их приподнять и сварить. Всё, но прокладка сама завершена. Также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская». Почему я об этом говорю? Потому что эта станция – одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода. Газ на «Славянскую» подан. Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративные республики Германии. И так же, как и «Северный поток-1», будет служить энергобезопасности Европы, надёжному снабжению европейских потребителей в целом. Добавлю, что этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям. Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать вверх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры. А сейчас позвольте несколько слов о некоторых приоритетах нашей внутренней деловой повестки. Благодаря современным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и доходы реальные припали. Мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, чтобы мы могли констатировать или назвать как какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали. Нам удалось избежать резкого падения доходов, как я сказал. Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов. Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована. Конечно, сложности в сфере занятости сохраняются. Наверное, мы ещё об этом поговорим. Причём мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы среди молодёжи, напряжение на отдельных региональных рынках труда, спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны всё здесь сваливать на эпидемию. Мы понимаем, что они носят и системный характер, эти проблемы, связанные с нерешёнными структурными проблемами нашей экономики. Правительству следует усилий программы содействия занятости в тех субъектах Федерации, где безработица пока ещё высока. При этом, подчеркну, нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона. Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжного предпринимательства. Очевидно, что главный системный ответ на вызовы безработицы, ключевое условие для повышения доходов людей – это экономический рост. Это очевидно, всем понятно. Новые качественные рабочие места во всех отраслях и регионах страны. Мировая история показывает, что перезапуск экономики после серьёзных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций. В инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров. Хочу поблагодарить субъекты Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, что называется, паузу в этой работе, не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и Хантамансийский автономный округ. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды. Прошу полпредов президента в федеральных округах наращивать активную работу в этом направлении. Кроме того, прошу правительства сделать особый акцент на поддержке тех субъектов Федерации, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций. Нужно помочь им внедрить лучшие управленческие практики, поднять уровень и качество работы с инвесторами. Задача здесь конкретная и предметная. К 2024 году повсеместно в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы. О чём идёт конкретная речь? Каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития. Эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же, как и градостроительные, инфраструктурные планы региона, по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникации. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта. Нужно устранить лишние звенья, разного рода избыточные формальности и согласования. Причём сделать это нужно в первую очередь по самым чувствительным позициям. Это в том числе подключение к сетям, получение разрешения на строительство и так далее. На федеральном уровне мы последовательно убираем здесь разного рода анахронизмы. Так, с 1 сентября текущего года ещё почти 4 тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными. С учётом этого решения и заранее существовавших более 10 тысяч обязательных норм в строительстве останется 3 тысячи. Но и здесь, конечно, ещё есть резервы для упрощения. Отмечу, что эта масштабная кропотливая работа по расчистке регуляторики была проведена за два года. Повторю, будем продолжать двигаться в этом направлении, при этом обеспечивая высокие требования к качеству и надёжности строительства. Обращаю внимание главсубъекта Федерации, а также заказчиков капитальных объектов на федеральном и региональном уровне, руководителей наших госкомпаний и частного бизнеса. Все разрешительные документы на строительство нужно будет готовить уже с учётом нового, современного регулирования. И, конечно, бурных изменений в технологиях строительства, применения передовых, высокоэкологичных строительных материалов. Всё это нужно будет учитывать. В целом, каждый регион должен предложить понятный исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору без потери времени, других издержек, максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства или сдачи построенного объекта в эксплуатацию. Ещё раз подчеркну важность совместных действий правительства и регионов. Отмечу, что работа экономического блока Кабинета министров будет в том числе оцениваться по динамике ситуации в тех субъектах, где, как уже сказал, пока ещё сохраняются проблемы с деловым и инвестиционным климатом. Пожалуйста, мне нужно делать вид, что это федеральные власти не касаются. Это касается всех. Нам нужен общий результат, и нужно работать с теми регионами, которым нужна поддержка. Повторю, у нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный экономический потенциал есть у каждого субъекта федерации. Нам нужно раскрыть, эффективно реализовать его в интересах граждан и благополучия российских семей. Новым инструментом для развития субъекта федерации станет программа инфраструктурных кредитов, в которых регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. Мы об этом уже говорили, обсуждая эти вопросы, и публично на этот счёт высказывались. За ближайшие два с половиной года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 миллионов миллиардов рублей. Я прошу руководителей субъектов максимально внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. В приоритетном порядке ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей в обновлении городов, других населённых пунктов. В современном мире, в экономике, построенной вокруг человека, всё это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности. На основе лучших международных стандартов, опыта рейтинга инвестиционного климата, агентство стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета разработали национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации. Такие знаковые показатели, и о его первых результатах хотел бы сегодня тоже вам рассказать. Абсолютно ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Хантамансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности. Здесь давно вкладываются серьёзные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей. При этом важно, что на высокие стандарты ориентируется всё больше наших регионов, и по целому ряду отдельных направлений они уже показывают хорошую, хорошую динамику. Так, по развитию образования в числе лучших Республика Мордовия, по условиям для открытия и ведения своего дела Удмуртия, по социальной защищённости Новгородской области. Отмечу и такой интересный интегральный показатель рейтинга, как приверженность людей своему региону, желание связать с ним свою жизнь, работу, будущее своих детей. И здесь в числе лидеров оказались Севастополь и Калининградская область. Подчеркну, рейтинг качества жизни в регионах не только даёт возможность объективно оценивать ситуацию, посмотреть, у кого можно позаимствовать опыт, лучшие практики. Рейтинг основан прежде всего на мнении и оценках самих граждан. И для управленческих команд на местах такая обратная связь позволяет более эффективно выстраивать весь комплекс работ, сконцентрировать усилия вокруг наиболее чувствительных для людей проблем, среди которых, конечно же, вопрос повышения доступности жилья. Я знаю, что и здесь на площадках форума, да и вообще в стране обсуждается вопрос, что будет дальше с льготной ипотекой, которую мы, как вы помните, вели по ставке в 6,5%. Программа стала действительно одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей. В жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 триллионов рублей. Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 года, вот тоже совсем скоро. Но, повторю ещё раз, она, эта программа, носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем, резко обрывать её, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%. А предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации – в 3 миллиона рублей. Одновременно хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Её смысл в следующем. Напомню, что у нас уже действует системная мера, специальная программа «Ипотеки для семей», где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действия, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года. Даже если в семье пока лишь один ребёнок. То есть, повторю, уже при рождении первенства семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей для всех других субъектов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, рассчитываем, что повышение качества жизни, развитие инфраструктуры в регионах России станет стимулом для запуска перспективных проектов, для роста частных инвестиций, откроет дополнительные возможности для крупных компаний, ну и для малого и среднего бизнеса, который служит опорой экономики, во многом формирует современную конкурентную деловую среду. Именно конкуренция является главным драйвером развития и, что важно, рыночным фактором сдерживания роста цен. В прошлом году мы приняли принципиальные системные решения по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое, с 30 до 15 процентов, снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться, конечно, мы от этого не будем. Более того, готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Сегодня позвольте рассказать о некоторых из них. Первое. Предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое «зонтичное» предоставление поручительств. Речь идёт о следующем. Наш институт развития, корпорация МСП, будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года. Второе. Знаю, что бизнес, особенно малый, сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций. Мы уже расширили действие системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчёты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с её помощью можно вести и безналичные расчёты между физическими лицами и предпринимателями. Однако пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать. Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля. Кроме того, предлагаю на период до конца года в полном объёме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности, малым и средним предпринимательством, для них это будет приятная новость, в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей, в том случае, когда они продают свои услуги или товары физическим лицам гражданам. Повторю, таким образом, в итоге стоимость услуг системы быстрых платежей для таких компаний будет равна нулю. Но мы с коллегами обсуждали, с председателем Центрального банка. Чтобы не демотивировать финансовые организации, здесь нужно будет в определённой степени поддержать их и со стороны бюджета. Третье. Сейчас компании, которые работают на упрощённом режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. И часто этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%. Даже в том случае, если численность персонала, занятого компанией, вырастет до полутора тысяч человек. Сейчас такой порог – 250 человек. Посмотрим, уважаемые коллеги, какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании. Что касается обеления, то здесь, думаю, что заинтересованным лицам всё понятно, о чём речь. Все чеки через кассу, наём работников в белую и закупка товаров тоже в белую через кассу. Спасибо. Я так понимаю, что мы на одном языке разговариваем. Со своей стороны сделаю всё для того, чтобы и государство исполнило взятые на себя обязательства. Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощённую систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа над ним забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца. Четвёртое. Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растёт, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое до 800 миллионов рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных лишних отчётов и бумаг. И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, её не надо будет согласовывать с антимонопольными органами. И, наконец, пятое. Сейчас особенно актуальны меры, которые простимулируют спрос на продукцию предпринимателей, причём во всех секторах экономики. В этой связи предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации. Эта доля должна составлять не менее 25%. У нас много дискуссий на этот счёт было. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что речь идёт и о тех компаниях, которые работают в рамках 223-го федерального закона, и о тех, которые работают с государственными, муниципальными органами в рамках 44-го закона. Здесь много нюансов. Я их понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, о которой я сказал, а нюансы правительство доработает. Кроме того, нужно сократить предельные сроки расчётов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней. Тоже чрезвычайно важные меры, а для малого бизнеса и социальных ориентированных НКО и вовсе с 15 до 7 дней. Естественно, такими преференциями должны пользоваться реально работающие компании, а не разного рода фиктивные и аффилированные конторы. Прошу контролирующие органы учитывать этот вопрос. При этом поручаю правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей, конечно же, с соблюдением всех норм, в данном случае внутренней конкуренции. Дамы и господа, уже говорил сегодня, что в преодолении социально-экономических последствий эпидемии важна международная кооперация. Тем более, нам нужно объединять усилия перед лицом общих, системных и долгосрочных вызовов, которые не зависят от конъюнктура рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации. Ну, о чём я сейчас говорю, что я имею в виду? Прежде всего, речь идёт о климатической повестке. По подсчётам учёных, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось выше 2 триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объём увеличивается до 50 миллиардов тонн, постепенно нагревая планету. Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Но сразу могу сказать, это чушь, это миф, а то и откровенное передёргивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Но вот многие из присутствующих в зале знают, у нас и работают в Арктике. У нас там целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Но если таять всё начнёт, какие последствия будут для России? Ну, конечно, мы этим озабочены. Мы последовательно поддерживаем реализацию рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Подчеркну, нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата. У всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений. Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы, когда под предлогом углеродного следа в чисто конкретных интересах пытаются перекраивать инвестиционные и торговые потоки. А ограничение доступа к передовым зелёным технологиям становится фактором сдерживания отдельных стран и производителей. Как мы видим вклад нашей страны в решение проблемы изменения климата? Уверен, в силу масштаба, места и роли России в мире, экологические и климатические проекты в нашей стране, многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Мы поставили цель, в следующие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убеждён, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительства до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счёт. Мы обсудим этот вопрос на отдельном совещании. По каким направлениям мы планируем работать? Первое. Это проекты по снижению объёмов выбросов в отраслях экономики. Уже говорил, что российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счёт строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников. У нас самые большие в мире запасы газа. И газ, мы ещё, наверное, об этом переговорим, это, конечно, углерод, но самый чистый углерод, и в переходный период без него будет просто не обойтись. Кстати, на базе атомной отрасли Россия уже создаёт инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться как в качестве сырья, топлива, энергоносителя, в том числе в металлургии, в производстве цемента и на транспорте. Также мы продолжим снижать выбросы при добыче углеводородов. Мы будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, мы из всех нефтедобывающих стран, мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом. Глубоко будем модернизировать тепловую энергетику, электрифицировать газотранспортную инфраструктуру. В наших планах и дальнейшее повышение энергоэффективности в жилом секторе, в системах теплоснабжения, перевод общественного транспорта на газ, электричество, гибридные двигатели, снижение материала ёмкости в строительстве. Словом, речь идёт о сквозном технологическом обновлении всей экономики и всей инфраструктуры. Очевидно, что запуск таких проектов требует стимулирования с помощью рыночных инструментов. С этой целью мы приступаем к выпуску субсидируемых государствах зелёных облигаций, а также разработали критерии результативности экологических проектов или, на языке экспертов, так называемую зелёную таксономию. Но чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объёмы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парникового газа. Нужно снизить их объём, который уже накопился в атмосфере. И здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников. В этой связи второе направление работы. Буквально на наших глазах в мире создаётся целая индустрия, принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы. Многие знают, особенно энергетики, знают, что это такое, но я всё-таки поясню. Это своего рода актив, который характеризует объём поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. То есть провёл дополнительную работу на участке, увеличил его поглотительную способность, значит, создал какое-то количество углеродных единиц. Уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров. Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот. Так на нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 миллионов квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно. Повторю, значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планета в целом огромная, колоссальная просто. И, конечно, в силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность, а именно наращивать площади лесовосстановления, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы, заповедники и национальные парки. Собственно говоря, мы это и делаем, и намерены делать в будущем – внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии. Причём здесь мы можем добиться сразу тройного эффекта. Во-первых, вложив средства, технологии в защиту лесного хозяйства, в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, городов, территорий, где люди живут. И, во-вторых, создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И, в-третьих, обеспечим собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках. Это очень многих касается тех, кто сейчас находится в зале. Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом, и планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге выгода будет большая для тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше, эффективнее будет эта работа и на перспективу рассчитываем. В этой связи отмечу, что, по оценкам экспертов, выручка новой климатической отрасли на российском рынке – тоже важная цифра – в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Словом, это хорошее, выгодное направление для инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний. И мы приглашаем к такой работе заинтересованных партнёров. Будем создавать для этого все необходимые условия. Здесь хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые имеют принципиальное значение для климатических проектов в России. Что я имею в виду? Нужно детально проработать критерии таких проектов, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять. Также нужно создать прозрачную, объективную систему оценки результатов климатических проектов. Вот это очень важная часть того, что я сейчас говорю. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участков и ту, которая получится после реализации проекта. Собственно, рассчитать дельту в виде так называемых углеродных единиц, о которых я только что говорил. При этом главное – наладить мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов, основанный в том числе на наблюдениях из космоса, цифровых технологиях и методиках искусственного интеллекта. Такая национальная система с привлечением потенциала нашей науки в России выстраивается, уже выстраивается. Мы создаём здесь сеть так называемых карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа в режиме реального времени. Производится оценка состояния природных систем, качества водных ресурсов и других параметров. Также мы организуем пилотный углеродный рынок на территории Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, к созданию национального рынка торговли углеродными единицами. Я знаю, что аналогичные системы готовятся к запуску и в других странах. И здесь ещё одна важная задача. Она касается взаимного признания учёта эмиссий и поглощения парниковых газов. Для этого нужна прозрачная система климатической статистики, взаимопонимания между государствами и, конечно, совместные научные исследования. Для такого сотрудничества мы также открыты. Поручаю правительству к июля 2022 года в полном объёме сформировать нормативную базу для реализации в России климатических проектов, как на уровне федеральных законов, так и в ведомственных подзаконах актов и методик, чтобы бизнес, как отечественный, так и зарубежный, мог выстраивать и осуществлять свои планы в этой сфере, опираясь на чёткие, понятные правила и критерии. Уважаемые коллеги, завершая своё выступление, хотел бы вновь сказать о том, что, несмотря на все испытания, связанные с глобальной пандемией, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Яркий пример тому, ещё раз повторяю, наша встреча в Петербурге. А уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы отрисовать самые добрые пожелания нашему большому другу Эмиру Катера. Вчера у него был день рождения. Мы вас поздравляем, Ваше Высочество. Уверен, что Катер с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году. И такие крупные события, форумы действительно объединяют, делают ближе людей разных стран. Представители бизнеса, которых здесь очень много, отлично знают, что именно прямое общение, основанное на взаимном доверии, во многом и двигает вперёд деловые проекты и инициативы, а значит, и всю мировую экономику. Россия будет создавать все возможности для такого общения, для обмена опытом, для демонстрации самых передовых достижений на вот эти технологии. Я благодарю вас за терпение, внимание и хочу пожелать успеха форуму. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, Вы, конечно, озвучили большую новость по поводу Северного потока-2, и мы в дискуссии её, я думаю, ещё обсудим. А я сейчас просто уточнение хотел по Вашему выступлению сделать. Вот Вы назвали малый и средний бизнес опорой российской экономики. Но мы все знаем, какова доля государственного сектора вообще-то в российской экономике. И счётная палата, вот Алексей Кудрин, если в зале, то он подтвердит, считает, что в результате пандемии эта доля госэкономики, госсектора только вырастет. Вы озвучили способы поддержки экономики, и мы знаем, что на это планируется потратить довольно много денег. Расскажите, пожалуйста, эти деньги направятся вот в тот самый госсектор, и тогда частные инвесторы в зале могут как бы расслабиться. Или всё-таки частным инвесторам? Вы на кого делаете ставку? На госкомпании или на частные? Работать? На здравый смысл я делаю ставку. И на конкретные условия, в которых мир находится, и российская экономика. В период кризисов всегда во всём мире, во всех странах доля государства растёт. Везде это. Посмотрите, и как только ситуация стабилизируется, так и увеличивается количество частного бизнеса. И по количеству компаний, и по объёмам их оборотов. Ничего здесь нового для России нет. У нас есть крупные компании с государственным участием. Скажем, «Газпром», «Роснефть» и так далее. Но это госучастие. Это не государственная компания в прямом смысле этого слова. Хотя мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации дальше. Мы это и делаем. Обратите внимание. Я упомянул про некоторую нашу компанию, про «Роснефть». Напротив сидит руководитель Сбербанка. Там уже иностранных акционеров у нас почти половина, 47 или 48%. Вы понимаете, говорить о том, что Россия здесь чем-то принципиально отличается от других стран, неправильно. А когда я выступал, я сейчас говорил о чём? О том, как мы будем поддерживать, в том числе за счёт крупных наших компаний с государственным участием, малый и средний бизнес. Мы ставим перед ними задачу, чтобы они закупали, допустим, товары у малого и среднего бизнеса. Это же не государственная компания, а малый и средний бизнес в объёме 25% от того, что они делают, от того, что они закупают. Это и есть прямая поддержка малого и среднего бизнеса, частного сектора. Если говорить просто о процессах приватизации, они тоже у нас продолжаются. Просто мы делаем, стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктура рынка, что можно продать, за сколько можно продать и налыли продавать в тех условиях, в которых мы находимся. Но кардинально наша цель заключается в том, что развивать именно рыночные отношения в стране и поддерживать частный бизнес и привлекать частных инвесторов. Спасибо. Давайте попросим Эмира Аль-Тани представить свой взгляд на мировую экономику. Ещё раз поздравляем Вас, Ваше Высочество, с днём рождения, с прошедшим. И Вам слово, пожалуйста. В. Большое спасибо. Ваше Высокопревосходительство, президент Путин, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы поблагодарить его Высокопревосходительство, президента Владимира Путина, за любезное приглашение принять участие в этом форуме, проходящем в Вашем замечательном городе, признанном Центре культуры, литературы и искусства, городом, который героически выстоял в борьбе против иностранных захватчиков. А также поблагодарить Вас за приглашение Катара в качестве официального гостя форума. Нынешний форум проходит в условиях беспрецедентных вызовов, с которыми столкнулась экономика на местном, региональном и международном уровнях, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса с её негативными последствиями для мировой экономики. Всё это повышает значимость нынешнего форума, который стал важным международным экономическим событием. Он является также примером для всего международного сообщества в деле выдвижения инициатив, способствующих созданию благоприятных условий для регионального и глобального роста экономики, инвестиций и выработки эффективных решений общих экономических проблем. Очевидно, что широкое международное участие в Петербургском форуме отражает особую роль России в международном и региональном процессах. Уважаемые участники форума, государство Катар гордится прочными историческими отношениями с Россией. Эти отношения получили заметное развитие за последние два десятилетия в политической и экономической областях и особенно в торгово-инвестиционной сфере. Катар занимает лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в России. В этой связи мы подтверждаем свою высокую оценку уровня нашего активного взаимодействия в сфере экономики, в частности, в энергетике и вновь выражаем нашу убежденность в высоком потенциале российской экономики и важности инвестиций в нее. Объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое. Надеемся, что эта тенденция сохранится. Экономическое сотрудничество между Катаром и Российской Федерацией не сводится лишь к прямым инвестициям. Оно охватывает также взаимную координацию в деле создания необходимых международных рамок для поддержки этого сотрудничества. Я хотел бы отметить, что наши два государства совместно с другими странами основали Международный форум государств экспортеров газа, штаб-квартирой которого является столица Катара – Доха. Уважаемые гости форума, государство Катар переживает важный этап развития, осуществляя свою национальную стратегию и программу реализации многочисленных проектов в соответствии с национальной программой «Видение 2030». Основной движущей силой развития нашей экономики на нынешнем этапе являются инвестиции в инфраструктуру и проекты развития, особенно в образование, в здравоохранение, в транспорт, в научные исследования, в мелкий и средний бизнес. Мы стремимся к диверсификации экономики и к увеличению капиталовложений частного сектора во все сферы экономики путем стимулирования партнерства между государственным и частным сектором и привлечения прямых иностранных инвестиций. Проекты развития экономики государства Катар обеспечивают значительные возможности иностранным компаниям более широко участвовать в развитии различных отраслей катарской экономики. В последние годы мы внесли ряд существенных изменений в наше законодательство, поощряющих развитие частного сектора и иностранных инвестиций. Это создает благоприятную среду для капиталовложений. Государство Катар работает над увеличением инвестиций в зеленую энергетику, в устойчивое развитие, в другие сферы, способствующие сохранению окружающей среды и борьбе против изменения климата. Уважаемые гости форума, пандемия COVID-19 показала взаимозависимость народов мира, подтвердив, что ни одно государство не способно в одиночку противостоять эпидемиям. Инвестиции в исследование методов борьбы с вирусом и его последствиями в будущем должны стать общей мировой задачей. Международное сообщество должно обеспечить доступность вакцин и лечение для всех, в первую очередь для бедных и нуждающихся народов, а также стран, которые страдают от войн и нестабильности. Нельзя допустить, чтобы здоровье людей определялось законами рынка и мировой торговли. И в связи с этим я высоко ценю роль России в производстве и распределении вакцин. С другой стороны, развитие экономики и инвестиций, поощрение инноваций и производства при укреплении общечеловеческих ценностей – это эффективный путь создания необходимых мощностей для борьбы с эпидемиями и решения других международных проблем, таких как изменение климата. Это также единственный путь вернуть людей к нормальной жизни, которой они лишились вследствие пандемии. Это поддержит наши медицинские учреждения, наши научные исследования и подтолкнет к тому, чтобы обеспечить вакцинами все население Земли. И в этой связи мы призываем частный сектор в России и в мире обратить внимание на благоприятную в отношении бизнеса и экономическую среду в Катаре для реализации многих и многих проектов в различных областях. И в заключение я вновь благодарю его превосходительство, президента Владимира Путина, за любезное приглашение участвовать в этом форуме и за выбор государства Катар в качестве гостя. Мы желаем форуму выполнить поставленные перед ним цели, а нашим странам дальнейшего благотворного сотрудничества. Мир вам, милость и благословение Аллаху. Господин Канцлер, ждем также вашего вступительного слова, ваш взгляд на мировую экономику и после этого дискуссия. Уважаемый господин Путин, ваше высочество господин Аль-Тани, уважаемые дамы и господа, я очень рад, что могу вам представить Австрию во время вашего форума в Петербурге. Как уже докладчики до меня сказали, наш мир за последние полгода очень изменился из-за пандемии и из-за кризиса, который поразил нашу экономику. И поэтому это очень хороший знак, что этот диалог в Петербурге снова смог состояться. И очень важно, чтобы мы смотрели позитивно на наше будущее. И было много сотни миллионов людей, были инфицированы, было много смертельных случаев. И, конечно же, это было время массивных ограничений нашей общественной жизни. И тем самым мы за последние десятилетия пережили крупнейший кризис. И действительно, вы знаете, что понизился рост экономики. И действительно, были потеряны очень многие рабочие места. Слава Богу, конечно, мы теперь видим первые признаки того, что экономика восстанавливается. И действительно, это подтверждает и прогнозы, которые мы делали. Многие части промышленности уже начали заново задействовать. Например, туризм тоже начал опять развиваться. И наша цель должна заключаться в следующем, что мы должны экономически каким-то образом добрыться в 2020 году того уровня, который был до кризиса. Это может у нас получиться только если мы в каждой стране победим коронавирус. И поэтому международное сотрудничество – это очень важно, важнее, чем когда-либо прежде. И в этой связи мы знаем, что это не всегда удается, потому что разные части мира разделены политически. Вы знаете, это заключается не только в разных политических системах, но только и в другом также. Вы знаете, это касается также и демократических прав. И если мы встречаем всех с уважением, то мы должны каким-то образом говорить о тех различиях, которые существуют. И несмотря на все эти различия, мы должны в разных сферах налаживать наше сотрудничество. Мы должны искать кооперацию и реализовывать ее. Я бы сегодня хотела назвать три сферы, которые мне кажутся особенно важными. Во-первых, это совместное преодоление кризиса, конечно, совместное использование роста экономики. И третье – это, конечно, совместная борьба против изменения климата. Уважаемые дамы и господа, господин президент Путин уже говорил об этом. Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть. И это, конечно, кризис показал нам, что мы, как нации, как государство, конечно, будем больше сопротивляться тому, и сможем сопротивляться тому, если мы будем бороться совместно против коронавируса. Год тому назад мы надеялись все, что будет найдена вакцина, которая поможет нам победить пандемию, и что летом мы сможем вернуться к нормальной жизни. И благодаря этому наши надежды стали реальностью. И все это стало самим собором разумеющимся. И это доказательство тому, какую огромную силу имеет наука и исследования. И было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и в области политики также. И при этом не играет никакой роли. А скуда эта вакцина? Из Америки, из Китая, из России, из ЕС, каждый успех в борьбе против коронавируса – это успех всего мира во имя всех людей. И при этом не играет роль геополитическое развитие. Наша борьба против коронавируса, мы выиграем ее только тогда, когда действительно вакцина будет доступна по всему миру. И мы должны поставить это в центр нашего сотрудничества. Мы поддерживаем ООН в ее инициативе, чтобы все люди, неважно того, где они живут, как можно быстрее были бы вакцинированы. Я очень рад, что спутник 5 уже в более 60 странах представлен, и он будет туда доставлен, и таким образом эта вакцина будет находиться в нашем распоряжении. И мы бы хотелось поблагодарить вас, господин президент Путин, за ваши инициативы в этой сфере, потому что действительно все страны мира смогут таким образом справиться с пандемией. В борьбе против коронавируса мы должны все сделать, чтобы обеспечить благополучие, благосостояние людей. Коронавирус – это не только угроза нашему здоровью, но также и нашему благополучию. Вы знаете, что наши экономики в последние десятилетия все время сливались, объединялись, и поэтому действительно наше благополучие зависит от нас всех. И Австрия здесь очень хороший пример. Мы маленькая страна, но наша экономика действительно очень по всему миру объединена сетью. И мы много экспортируем, а Россия, например, является одним из наших важных торговых партнеров. И также по всему миру 5 миллиардов евро это составляет сумма. И, конечно, мы бы хотели продолжить это тесное сотрудничество, и чтобы оно вышло на докризисный уровень. В наших интересах, чтобы экспортная экономика действительно смогла снова восстановиться. И вы знаете, что она пострадала от пандемии. Но наряду с коронавирусом есть и другие угрозы в мире для экономики и для благополучия людей. Я имею в виду протекционизм. Вы знаете, что ВТО в 1995 году дали нам хороший фундамент для организации торговли по всему миру и в борьбе с протекционизмом. Но в последние годы мы слышим, как это ставится под вопрос. И поэтому это были вопросы геополитики, и это смешивалось с вопросами торговли. Мне кажется, что такое смешивание опасно. Существуют разные модели. Например, это модель свободной торговли. Нам кажется, что важно, чтобы ко всем нациям относились честно, прозрачно, и чтобы все требования были ко всем нациям одинаковые, чтобы у всех были равные права. Но мы не должны отходить от принципов, заложенных ВТО. Мы должны совместно работать на этом, как в рамках ВТО, чтобы действительно мы сохранили эту модель и для будущего. Наряду с борьбой против пандемии и шагов по восстановлению экономики. И мне кажется, что еще один третий момент очень важен. Это борьба с изменением климата. Это может стать центральной задачей нашей работы. И мне кажется, что это удастся только тогда, когда все страны объединятся. Мне кажется, что все нации действительно пытались взять ответственность за подписанный Парижский договор. Их достаточно будет, если этим будут заниматься только политики или ученые. Здесь нужно сделать гораздо больше. Мы должны привлечь экономику, чтобы каждая инновация, которой добились отдельные страны, чтобы она была использована всеми, что касается, например, выбросов СО2. Мы должны использовать все, чтобы действительно это сделать стандартами для всего мира. В Европе мы поддерживаем. Урсула фон дер Ляйн об этом говорила, комиссар ЕС. И она говорит о целях ЕС. Вы знаете, что 55% должно быть в 2030 году добиться снижения выбросов. И мы много работаем над тем, чтобы достичь этой цели. Вы знаете, что мы сделали важные шаги, инвестировали много миллиардов евро в эту программу, чтобы работать над этой проблемой. И я очень убежден в том, что в этой борьбе с изменениями климата, что мы добьемся успеха все вместе. Мы можем действительно добиться зеленого будущего для Европы. И ее предприятия, Европа, действительно внесут большой клад в это. В Австрии, уважаемые дамы и господа, наше правительство, мы поставили перед собой очень ампизиозный центр. Мы хотим до 2024 года сделать СО2 нейтральный. И мы укладываем новые пути в вас энергии, что касается энергии. И мы хотим использовать возобновляемые источники энергии. И здесь мы ставим на углерод, делаем ставку на углерод. Здесь мы видим очень много возможностей для нашего сотрудничества. И поэтому мы занимаемся исследованиями в области водорода. Потому что зеленый водород – это обещающий источник. Постковидный пакет действий будет составлять 10% нашего валового внутреннего продукта. Это как колоссальные деньги, и мы будем стимулировать сектор недвижимости, модернизацию зданий, их утепление и так далее. Уважаемые дамы и господа, Австрия – маленькая страна, но мы являемся частью общей системы. Мы боремся вместе с другими странами против пандемии, изменения климата. А если потребуется, мы боремся за то, чтобы во всем мире царило благополучие и высокий уровень жизни. И как бы ни жесток был кризис, мы идем вперед и будем работать вместе во многих областях нашего бытия и ради нашего сотрудничества. Большое спасибо.